Поэтому первый ресурс целителя – это личная сила духовного целителя. Второй ресурс – это его духовные помощники, друзья. Его духовные помощники. Некоторые, вот в той традиции, в которой я нахожусь, я называю ангелы и архангелы. Кто-то называет их наставники, кто-то называет их союзники, кто-то называет их помощники. Но они от этого не становятся меньше или больше. Вы знаете, интересно, слово «ангел» – это греческое слово «ангелос». В переводе, значит, два перевода – «вестник» и «посланник». Тот, кто несет новости, и тот, кто послан, чтобы помогать тебе. В самом определении слова «ангел» заложена их функция. У ангелов основные две функции. Первая – они вестники. Это носитель информации. Ангелы, их предназначение в том, чтобы давать нам подсказки, чтобы давать нам информацию, чтобы давать нам ясновидение, чтобы давать нам интуитивные озарения, чтобы давать нам направление. То есть информационное сопровождение – это первая функция «ангелов». Вторая функция «ангелов» – это посланники, помощники. Это тот, кто охраняет тебя, тот, кто помогает тебе, тот, кто защищает тебя. И у каждого человека есть как минимум два «ангела». Это «ангел-хранитель» и «ангел-наставник». У каждого из вас есть как минимум два «ангела». Скажу даже больше. Количество «ангелов» может изменяться. Если вы, например, берете какую-то духовную нагрузку, либо у вас какое-то предназначение, миссия для эволюции Земли, для расширения сознания людей, либо целительства, либо у вас миссия такая, чтобы нести людям расширение, то есть влияние на какие-то большие массы людей, на судьбы, на семьи, на поколения, работа с родом, исцеление, то, как правило, количество ангелов-наставников становится больше. Вам творец дает больше. Потому что, знаете, чем больше ваша духовная нагрузка, чем больше у вас ответственности в тонком мире, тем больше вам нужно помощников. Это похоже, как, например, если вам нужно построить маленькую времянку, или вам нужно построить небоскреб. Чтобы построить маленькую времянку, нужно 4 человека, а чтобы построить небоскреб, нужно 200 рабочих, там 5 инженеров и куча техники. То же самое в духовном мире. Чем больше зона вашей ответственности, чем больше у вас духовная нагрузка, тем больше у вас наставников, ангелов и архангелов. И также, если вы, например, занимались этим, потом оставили эту деятельность, то их может стать меньше. Но два ангела, ангел-наставник, ангел информации и ангел-хранитель, ангел-помощник, они всегда с вами постоянно. Продолжение следует...